Всем привет! Пришла очередная посылочка с Украины. Сейчас посмотрим, что внутри. Это Володя Лилюк, который в свое время присылал мне магазины карбоновые для бенели М2. Сделал очередную отправку. В этот раз уже не просто так. Знакомые ребята попросили меня приобрести у него удлинители магазинов. Сейчас посмотрим, что это такое. Вот что нам пришло. Вот эти два синеньких. Это для береты магазина. Собственно, то, что у меня попросили. А вот это, это то, что я вам могу показать, рассказать. Это мне бонусом достался на пробу магазин для моей бенели. У меня есть сейчас Пашин магазин карбоновый аналогичный. Будем разбирать, смотреть, что внутри, сравнивать. Ну а потом я его у ним погоняю, соответственно, посмотрим, как он работает. Ну что ж, приступим к сравнению. Это удлинитель от Паши Орлова. Именно тот, которым я пользуюсь последний год. С ним я выиграл чемпионат России. Он у меня работает абсолютно без нареканий с того момента, как мы его уже, скажем так, из прототипной фазы вывели в рабочую. То есть сейчас здесь та трубка наружная карбоновая, которая идет на рынок. Но скажу сразу же, что это не совсем финишное изделие, поскольку внутренняя трубка у меня здесь еще прототипной стадии, даже без покрытия видно. Гайка вот эта, она от предыдущего магазина, которая торцевая. Но сама карбоновая трубка со всеми внутрянками, она получается именно та, которая сейчас продается есть на рынке. То есть в общем целом для того, чтобы понять конструктив, как это собрано, из чего, как это работает, в принципе вполне достаточно. Сейчас сделаю небольшую вставочку, как я этот магазин вот сейчас буквально чистил. Специально решил подзаписать в процессе чистки, чтобы вы просто понимали. Вот в таком состоянии, то есть я не знаю сколько тут на стрел, тысячи две, три. При этом тут и бесконтейнерная дробь, и пуля, и все остальное. То есть налета довольно много, таким образом, что даже вот это вот кольцо, оно не снимается. То есть сейчас придется капитальным образом чистить. И даже вот при этом загрязнение, магазин как бы работает абсолютно без нареканий. То есть я не помню, чтобы у меня были на нем задержки. Еще добавлю, что конкретно это исполнение не делает добра по Пашиному магазину, поскольку сейчас внутренняя трубка у него сделана немножко по-другому. Вот эта завальцовка у него намного более ровная, чем вот здесь. Если посмотреть здесь, она у меня ломана и так далее. Торцевой вот этот вот подаватель, который здесь стоит, здесь у меня стоит мой. Паша дает комплектный свой пластиковый такой черный сплошной. Поэтому просто имейте ввиду, что есть вот такая тема. Ну и собственно первое, с чего бы я хотел начать, это понять, сколько они весят. У нас есть весы. Пашин магазин мы будем мерить с моим подавателем. 163 грамма. И модифайр 183 грамма. На 20 грамм тяжелее, несмотря на то, что это чуть мы увидим позже. Внутренняя трубка здесь тоже карбоновая, как и наружная. Продолжаем. Сразу же можно посмотреть видео старые про Пашины удлинители. Я оставлю ссылочки в описании. Было уже несколько видео на эту тему. Были видео и про прототипную версию и про обновленную версию. Поэтому кто хочет чуть поподробнее узнать про него, рекомендую посмотреть. По большому счету, кто не в курсе, конструктивно он полностью схож с тайскими удлинителями, которые вышли на рынок первыми, только с применением, скажем так, карбона. По большому счету других отличий с точки зрения конструкции здесь нет. Удлинитель от модифайр он сделан некоторым образом по-другому. То есть это самостоятельная конструкция. Понятное дело, что концепт тот же самый, но тем не менее. Давайте сначала разберем Пашин. Посмотрим, как сделан он, чтобы нам стало более понятно, в чем собственно отличие одного от другого. Здесь вся разборка происходит при помощи откручивания передней торцевой гайки. Снимается гайка, освобождается пружина. Ну и к слову, сразу же могу сказать, что сборка вот такого рода конструктива, она достаточно некомфортная. Понятное дело, что есть различные технологии, типа того, что вот так насадить пружину, после этого сюда поставить гайку, после этого все закручивать. Но я так, допустим, не делаю, потому что каждый раз, видите, пружина, она заходит на резьбу и это каждый раз страшный геморрой с закручиванием. То есть я делаю по-другому. Я вставляю одну трубку в другую, потом вот это все усаживаю и после этого уже здесь вот выбираю полностью все зазорчики на пружинки и закручиваю. Соответственно, проблема заключается в чем? Изнутри давит пружина, здесь карбоновая резьба, то есть резьба на карбоновые трубки. И очень страшно каждый раз ее там поломать, потому что она, естественно, очень тоненькая, достаточно нежная. В этом плане, конечно, это минус. Итак, у нас есть пружина, торцевая гайка вот такого типа, в которую упирается пружина. Собственно, видно здесь отметинки от нее. Внутренняя алюминиевая трубка, опять же говорю, эта трубка без покрытия, сейчас они идут с покрытием. И колечко, опять же, в которое упирается пружина с другой стороны. Соответственно, на трубке у нас есть фаски. Вторая фаска у нас идет вот здесь вот на самой, скажем так, втулке основной магазина. На ней же резьба и по большому счету все. То есть, карбоновая труба с двух сторон имеет резьбу, в которую вкручиваются вот эти торцевые гайки. Резьба на карбоне, честно сказать, мне изначально казалось делом, ну, странным. Но, тем не менее, работает, как видно, целый год у меня без проблем этот магазин. Давайте разберем теперь магазин от Modifier и посмотрим, что с ним как. Сразу же скажу, что поскольку Пашин магазин нельзя осматривать с точки зрения, ну, скажем так, качественности, ну, кроме вот этой трубки. Опять же, могу ее немножечко приблизить, чтобы примерно было понятно, как это выглядит, какой карбон. Видно, что карбон ручной, то есть, он не идеальная по плетению такая конструкция симметричная. Но, тем не менее, достаточно ровненько. Наружная поверхность не имеет никаких погрешностей. У Modifier, судя по всему, это делается из какой-то ткани просто путем наматывания. То есть, здесь есть, видите, шовчик, когда, видать, полотно приходит одно на другое. Ну, и есть вот, допустим, на моем конкретном экземпляре здесь наклеечка Modifier, но при этом, если посмотрите, здесь еще есть в другом месте гравировка. При этом оно, если посмотрите, несимметрично на 180 градусов. Видать, ребята сначала решили делать лазером, поняли, что лазером не очень видно. После этого наклеили наклейку. Ну, господи, бывает. Что касается фрезеровки, самой обработки карбона, тут без претензий. Все очень ровненько, симпатично, нормальная надировка. Ну, и давайте его разберем, посмотрим все-таки, что там внутри. Здесь разборка происходит совершенно по-другому. Разбирается сначала с передней стороны, точнее, с задней стороны, которая идет к ресиверу. Здесь есть большая гайка, которая одна алюминиевая вкручится в другую. Очень удобно это делать. То же самое освобождается пружиной внутренняя трубка магазина. Если посмотрите, здесь у нас большой длиннющий конус, который встречается вот с этим конусом. Там нету жесткой посадки, то есть, это нужно именно для того, чтобы патроны у нас здесь вот внутри ходили туда-обратно без нареканий. Ну, а так, с точки зрения сборки, конечно, это проще. То есть, берем одну гайку на другую, все, и закручиваем. Элементарно. Соответственно, разборка идет с другой стороны. Наружная трубка здесь не имеет никаких резьб, то есть, все вот эти втулочки, они на клею. И здесь, и здесь. Карбончик изнутри тоже достаточно ровный. Ну, и, собственно, пружина. Пружина, как видно, длиннее пашины, но, возможно, у меня пашина уже просто просажена. И внутренняя трубка. Если посмотрите, она тоже карбоновая, у нее тоже есть вот такое, пластиковое колечко для упора пружины. Одна втулочка, которая дает фасочку. Опять же, если посмотрите, все очень аккуратненько сделано. А с другой стороны здесь глухая втулка, которая вклеена и обеспечивает просто, скажем так, заглушение с торца, среза сдульного. То есть, вместо того, чтобы, как у тайских или упашных магазинов, вставлять сюда подаватель, с другой стороны, который постоянно, сука, выпадает при разборке. Здесь она вклеена насовсем. Ну, возможно, это хорошо, с другой стороны, менее удобно чистить. Потому что вот эту штуку берешь шомполом, ее насквозь прогоняешь, и проблем с ней нет. Здесь, конечно, придется немножечко, чуть больше поковыряться. Но, с другой стороны, меньше деталей, которые можно выпасть и уронить в песок, например, в зоне безопасности. Собственно, вот. Пока что ничего не могу сказать про функционирование этого магазина, поскольку я его еще не ставил, не проверял. Попробую на выходных, как он будет работать. Тут выбирать сложно, конструктивы разные, стоимость приблизительно одинаковая. Пашин у него на сайте стоит 25 тысяч рублей. Вот этот без почты, без доставки, стоит 250 евро. То есть, в общем-то, стоимость сопоставимая одного и другого изделия. Конструктивно они, в общем-то, близки. И то, и то выполняет свою функцию. Разница лишь в том, что здесь рука карбоновая, алюминиевая, но при этом это все равно тяжелее на 20 грамм. Ну и, конечно, здесь это реальное преимущество в разборке-сборке, насколько это удобно и так далее. И отсутствие резьб, как здесь на карбоне, тоже, мне кажется, это преимущество. Ну, опять же, тут отечественный производитель, тут импортный. Каждый выбирает свое, кому что интересней. У Паши пожизненная гарантия. Володя тоже вроде как обещает, что если что-то так не так идет, там ломается и так далее, все это идет с заменой. Но, опять же, Паша находится в Питере, соответственно, это все присылается за день. Здесь это находится на Украине, идет на попозже, там, полторы-две недели. Поэтому вот такой расклад. Будем гонять, смотреть. Наверное, сделаю какой-то еще отчетец чуть попозже. На этом все. Всем спасибо. Пока.